Сегодня в здании Дворца Творчества состоялась конференция Краснолуческого территориального отделения и общественного движения «Мир Луганщины». На ней присутствовали 250 делегатов из всех первичных отделений, открыл мероприятие гимн ЛНР. На повестке дня было несколько вопросов. Утверждение положения о контрольно-ревизионной комиссии, политическая ситуация в Луганской Народной Республике, привлечение новых участников, а также освобождение от должности Любови Бариновой руководителя исполнительного комитета Краснолуческого территориального отделения общественного движения «Мир Луганщины» и вывод ее из состава совета, и назначение нового руководителя в исполнительный комитет. Делегаты конференции единогласно приняли положение о территориальной контрольно-ревизионной комиссии. Председатель общественного движения «Мир Луганщины» Юрий Кондратенко сделал отчет о сложившейся политической ситуации в Республике. Всего за год, благодаря грамотным управлениям, усилиям и постоянной помощи со стороны Российской Федерации, Республика преобразилась в основных областях и сферах, вернулась в привычной мирной повседневной жизни. Заработали школы, детские сады, больницы, игры и социальные учреждения. Полным ходом идут восстановительные работы на важнейших социальных объектах и объектах инфраструктуры. Запущена и активно внедряется программа строительства жилых домов, 100 домов и 2000 домов. Школьники Республики, в отличие от украинских, получают полноценное питание и пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте. Студенты Республики имеют право получить дипломы не только местного, но и российского образца. Продолжается интеграция в образовательную систему Российской Федерации. С марта 2015 года в ЛНР заработала полноценная система пенсионных и социальных выплат. Бюджетники регулярно получают заработную плату и студенты стипендию. Для женщин снижен пенсионный возраст – 55 лет. Постепенно нормализуется ситуация с водообеспечением Республики. После полноценного запуска мощностей Елизаветинского водохранилища проблема многих населенных пунктов будет решена. В городах, районах Республики продолжается программа по реорганизации систем водоснабжения Республики. В том числе работы по бурению скважин с целью быть независимыми от системы водоснабжения Украины. Люди возвращаются из вынужденной эмиграции. Российская Федерация постоянно оказывает разнослабительную помощь ЛНР. Жители Республики, в отличие от тех, кто остался на территории Украины, получили возможность достойно отпраздновать День Победы, почтить память истинных наших героев. Мы отстояли право на собственную историческую правду и свои культурные ценности. Идет формирование нормативно-правовой базы в Республике. Заработала судебная система. Паспорта Республики признали уже в Российской Федерации. Что произошло у них? Бюджет Украины в долларом эквиваленте по сравнению с 2013 годом сократился более чем в 2,5 раза. Это 25 миллиардов долларов. В Украине происходит вымирание как в крупной промышленности, так и в сфере среднего и малого бизнеса. Страна находится в состоянии вяло текущей экономической катастрофы. Падение ВВП опережает прогнозные показатели. Геоперспективы Украины отодвинуты на десятилетия. При этом непонятно, за какие средства украинцы собираются пользоваться преимущественными безвизового режима, о котором два года поют украинские власти. Если средней зарплаты украинцам хватит на всего 2-3 дня пребывания в любой стране, Украина, страна, зависшая над пробностью дефолта, экономика переходит из состояния денег нет, состояния денег нет совсем. Главные партнеры и западные друзья оказались выступать поручителями в деле долга Украины перед Российской Федерацией. Вы это тоже все видели и знаете. Украина утомила своей беспомощностью и навязчивостью даже своих союзников. Встреч с первыми лицами Украины стараются избегать первые лица европейских государств. Деньги за красивые глаза дают все меньше и все неохотнее. Вы сами все это видите, сами все наблюдаете. За освобождение от должности бывшего руководителя исполкома «Мир Луганщины» делегаты проголосовали единогласно. Одним из основных вопросов являлся назначение нового руководителя в исполнительный комитет Краснолуческого территориального отделения общественного движения «Мир Луганщины». Заявлено было две кандидатуры. Марина Александровна Василенко, начальник отдела внутренней политики администрации, и Анна Анатольевна Малахова, член общественного движения «Мир Луганщины». Набрало большее количество голосов Марина Василенко. Набрало большее количество голосов Марина Василенко, начальник отделения общественного движения «Мир Луганщины». Конференции территориальных отделений общественного движения «Мир Луганщины» проходят с 8 по 22 декабря во всех 14 городах и районах республики.